Вы должны понимать, что врач ни в беременности, ни в родах ни за что не несет ответственности. Роды – это ваша ответственность. Я сколько своих подруг уговаривала на партнерский ролик, на котором муж присутствовал, они там все потом плакали, благодарили. Что делать с хваткой, чтобы обречить боль? Дышать, петь, ходить. Это эндорфины, то есть у них должно быть максимально много, чтобы роды были безболезненными. Экадральная анестезия, она и газа. Когда роды начинаются, она захлестывает, как будто сейчас с парашюта прыгается. Это такое чувство вообще. Даже третий род, до пятый, десятый, все равно такое чувство, что сейчас что-то будет. Раскрытие должно быть не только матки, раскрытие должно быть именно в таком обширном смысле. Все раскрывается для своих гармоничных, естественных родов. Понятно, что можно рассказывать то, что я подготовила, но мне все же интересно рассказывать то, что интересно всем. Вот, так, ну, с кого начнем? Давайте с меня. Наталья. Ну, я мама двоих детей. Интересно мне, как это может быть иначе, да? Опыт перенять. Ну, то есть роды дома или самостоятельно, без участия врачей. Возможно, может быть, и в будущем. Не исключаю. Еще детки будут. Поэтому интересно послушать. Меня зовут Мила. Я нахожусь в положении, поэтому мне эта тема как никому актуальна. Давно хотела эту тему изучить, если из первых уст, так это вообще. Мила, мне интересно, ты вообще рассматриваешь вариант домашних родов или ты все-таки хочешь, как сказать, сделать такой симбиоз, чтобы они были максимально просто естественные, но в роддоме? Я так первое сделала, то есть максимально естественные в роддоме, зная свой организм, пока он беде подводил. Я думаю, что можно было бы даже и рассмотреть вариант, да? Хорошо, дальше. Добрый день, Айлита. Я мама троих детей, не знаю, наверное, уже следующего вряд ли. Ну, все может быть, в принципе. А дочери есть, да? Две дочери, сын, старший сын. Ну, дочери есть, да? Да, первая рожала в роддоме, вторая тоже. Вторая я, правда, готовилась к домашним родам, проходила курсы домашние, духовного акушерства они назывались. Событийный ряд так выстроился, что получилось, родили мы на базе, далеко от, ну как недалеко, но через перевалы, бог-то спокойный, если ты кто-то знает. О, как раз. Там, да. На 8 марта поехали к сестре отдыхать, и там 6 марта с утра, не с утра, а с 4 утра, где-то я уже начала так вот. И самое, ну, в общем, там родили. Да. Семастрый принимал. Ну, папа принимал. Вода там не участвовала, в воду не садились, ни схватки, ни роды, то есть все это было. Пыталась, ну, кроме тазика, там, знаете, это база, зима, ну, не зима, а весна, вот что, марта. Ну, просто, что-то что-нибудь надо. Вот огрела сестричка, дым морской что-то там. По Черковскому. Да, по Черковскому рожали вот прям в море воду. С дельфинами, моя мечта. Это, видимо, да, это время, если было время года, мне все дети, вот, с февраля, 1 февраля по 14 марта, мы все эти цветы, там, броветы жуткие, то есть, все трое в одном периоде, то есть. Мне еще интересно, можно вопрос, вот, вторые роды, да, сказали, что они нашли духовную акушерку в Владивостоке, это какие годы были? 2001. 2001, ну вот, да. Нет, в Владивостоке, да, не было, или, по крайней мере, я не знала, а так вот, я знаю, было в Хабаровске. Ну, то есть сейчас уже все-таки землянка положительная, да, уже сейчас в эту сторону все сдвинулось. Спасибо, дальше. Здравствуйте, меня зовут Вера. Моя мечта — родить в своем пространстве, так как у меня получилось свою дочь, Владушку, родить. Ну, мы с супругом хотели, но больше, наверное, больше я хотела. Он был, наверное, до сих пор не готов, и даже сейчас, ну, мы так решили, что он приучаствовал в родах, мы рожали в роддоме, и он участвовал, и благодаря ему все сложилось благополучно. Вот, ну, я надеюсь, что моя мечта осуществится, и в пространстве мы родим своего второго дитя. Угу. Хорошо. Поэтому я и предстоит для того, чтобы, может быть, исполнилось от каких-то внутренних страхов. Когда рожаете в такой обстановке, где мужу, то есть он в роддоме, он всю ответственность перекладывает на врачей. Они ответственные, они все знают, они лучше знают, как считают. Да, в этой обстановке он у меня просто не разговаривает на любого, да? Может быть, он только вас поддерживает, и только... То есть мы подойдем к этой теме как раз, потому что это очень важная тема вообще, кто присутствует в родах, как он вот создает какой фон, какую энергетику, и это все вообще колоссально имеет значение. То есть там... И даже кто не присутствует на родах, ну, имеет значение, мы этого просто даже не понимаем. Мы потом к этому подойдем. Так, спасибо. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня двое детей, сейчас мы третьего уже ждем малыша. Ну, первый в роддоме рожала, второй тоже в роддоме. Но у меня присутствовала моя акушерка, которая... Ну, я ей доверяю. Она никакая не духовная, она просто, ну, нравится мне как человек. Я всех приветствую, меня зовут Надежда. Я, ну, то есть у меня детей нету, и я стремлюсь к тому, что в нашей семье они все-таки появились, поэтому я пришла, наверное, для того, чтобы в общем, ну, послушать и, может быть, принять. Подпитаться, да? Ну, а вообще такая, ну, рассматриваете такой вариант, как роды дома? Ну, это я только. Муж, наверное, вряд ли об этом думает. Мужа, кажется, знала. Ну, конечно, да. Я понимаю, почему он не готов, может быть, но все, все может поменяться. Меня зовут Наталья, наверное, все меня знают в этом пространстве. У меня трое сыновей, конечно, очень с мужем мечтаю на дочке, но, как я шучу, говорю, наверное, с жопой-то очень. Вот, но прожить вот это состояние естественных родов в своем пространстве – это, конечно, она мечта. Меня зовут Анастасия. У меня одна дочка пока, ей уже почти три года, через пару месяцев с полу. Когда я забеременела первый раз, у меня столько литературы попалось, и они все были, эти книги про естественные роды, про домашние роды. Я и черковского читала, про водные роды. И я начиталась, и такая, думаю, ну все, я про дом вообще не поеду. Там какой-то вообще кошмар и ужас творится. Когда вот только вообще информация такая просочилась, что вот домашние роды, и ринулись все вот домашние роды, и все никак иначе. Если в роддоме что-то случается, это как бы умалчивается, да, и статистика практически не ведется, что государству это невыгодно. А что касается домашних родов, если что-то случается, то все это трезвонится на все кругу, и люди, и фанатики, и сумасшедшие, и так далее. Действительно, люди не понимают, что роды это хотя и естественный процесс, но он сложный процесс, и мы не всегда к нему готовы. Действительно, вот эти страхи подсознательные, что-то в нас сидит, и не всегда мы на самом деле готовы. Поэтому к родам можно основательно готовиться, и не должно быть излишнего потенциала в плане того, что роддом это зло, и никогда-никогда. Ну, приведу пример, что у нас с первыми родами то же самое было. Я насчиталась, все, я там, ну, девочки, чуть ли не организмические роды. Все, я уже настроилась, роды без боли, все у меня будет идеально. Вот. И по факту произошло так, что в определенный момент, когда роды шли не по плану, не по какому-то моему образу, да, на который я настроилась, ну, и вот я настолько категорически была против роддома, и в определенный момент нас вселенная, я думаю, поставила в такую ситуацию, когда я сказала, а муж говорит, ну что, поехали в роддом? Я говорю, поехали. И тут у меня начинается активная фаза родов. То есть потенциал снят. То есть нельзя никогда ставить вопротив что-то, никогда нельзя зайти против чего-то. То есть нужно все принимать, и все должно идти во благо. И действительно, главная цель – это здоровая мама, здоровый ребенок. Роддом, кесарево – это неважно. Ну, на самом деле, когда вот уже поставлен вопрос вот именно в таком случае, да, что жизнь и здоровье, то есть там уже никакие варианты не нужно рассматривать, не нужно там цепляться за эти домашние роды, как вот единственный возможный вариант. Нет, нужно рассматривать, ну, все возможности. Главное, чтобы был хороший исход. То есть мы должны стремиться максимально естественно родить. Неважно, в роддоме это, дома. Главное – естественно. Естественно, вот что вы подразумеваете под естественно? Мягко. Мягко, да, у меня тоже слово «мягко». Мягко, да? По природному. По природному, да. В итоге чувствования. Что природное исключает, ну, вот если вот говорить, да? Напряжение, страх. Напряжение, страх. Вмешательство, да, наверное, какое-то. Какое-то агрессивное вмешательство. Потому что есть вмешательство, допустим, когда муж там, когда я уже там была в таком состоянии, он у меня «так, соберись сам». Ну, то есть это нормальное вмешательство, да? А бывает такое вмешательство, когда акушерка неадекватна, когда у вас, допустим, нет потуги, а налет тушится. Почему вот разрывы, получается, некоторые спрашивают, ну, вот, откуда разрывы, почему, если вот так вот все, в принципе, должно быть продумано, задумано, матушка природой. Но вот это все идет из-за противоестественности, да, что когда мы идем против чего-то. Потому что все, кто рожал, знают, что когда идет потуга, это как волна. То есть ты там не можешь ее не сдержать, ничего, и тужиться, когда ее нет, это, ну, ничего от этого хорошего быть не может. То есть, в принципе, нужно все исследовать по естеству своему. Интересно, вот, если я коснусь, допустим, вот этих вот всех моментов, которые используются в родах больничных. Я имею в виду педральная анестезия, акцитоцин и вскрытие пузыря. То есть, что, какие могут быть последствия, почему лучше их избегать. Все вот эти три момента, они агрессивные являются, все они имеют значение. И вот, казалось бы, акцитоцин, да, гормон счастья, но в родах, когда его вкалывают не вовремя, когда он вмешивается в течение родов, он это, ну, то есть, он явный агрессор. И многие остеопаты вам скажут, что дети, рожденные, когда маме вкалывали акцитоцин, у каждого второго есть родовая травма. То есть шея, там, еще что-то, ну, то есть вот именно такие вот физические травмы. Я не говорю уже о каких-то эмоциональных, моральных. Педральная анестезия, то есть многие девочки об этом уже пишут, много об этом умалчивается, о том, какие последствия она несет. Ну, я думаю, что все знают, что это укол в спину, да, что это идет анестезия, она идет, как бы, якобы, локально, якобы, потому что анестезиолог должен быть очень опытный, чтобы рассчитать время, которое на анестезии должна действовать. У некоторых потом отнимаются ноги. То есть она, как бы, обезболивает на схватках, сильно болезненных схватках, да, но в потугах она уже действовать не должна, потому что если вы там что-то не чувствуете, потуг тужиться вы не можете. Ребенка тупо, извиняюсь, выдавливают. Сейчас у нас все поставлено на такой поток, что если раньше, допустим, нормальное течение родов, это там было 12, 16, 18 часов у кого-то там 2 дня, я, допустим, рожала первенца 2 дня, да, дочку свою, это нормально, то сейчас вот средняя продолжительность родов 8, максимум 12 часов. Сейчас все ускоряет, особенно в таких городах, как, допустим, наша находка, когда всего один роддом, да, и бывает, что там какой-то наплыв роженицы, и все это вот так вот идет к уборям. Если вы готовитесь к родам в роддоме, то есть у вас должны быть все максимальные договоренности, что вы позволяете делать, что вы не позволяете. Эпидральную анестезию я бы вот исключила из этого разрешения, потому что последствия могут быть непредсказуемы, да. То есть много таких случаев, когда она не переставала действовать потом. У нас же разные у всех организма, и вот так вот рассчитать на глазок, как это делает анестезиолог, это довольно сложно, да, что вот я вколю ей столько-то, и вот она будет столько-то это действовать. Поэтому, ну, то есть вы должны понимать, роды — это ваша ответственность. То есть многие не понимают, они думают, что, да, беременность, я хожу, главное, что я кушаю, там, дышу воздухом и так далее. Нет, роды — это тоже ваша ответственность. Некоторые не понимают вообще вот этого всего процесса. И мне так смешно, когда некоторые говорят, ой, мне врачи сделали некрасивый пупок. То есть даже не понимают, что пупок, пуповина, она завязывается, и потом вот этот вот кусочек, он отсыхает, и какой пупок есть, такой и есть. То есть, ну, то есть это, понимаете, вот настолько вот роды, это вот все делают врачи. Мое дело там тужится и слушаться врачей. Нет. То есть вы должны понимать этот процесс, вы должны понимать, что вам предстоит, да, какие могут быть моменты, какие-то нюансы. Но вот я рекомендую девочкам, которые в положении, вот такие вот, допустим, страсти мордайские, да, там, как что может протекать, какие могут быть там нюансы, ни в коем случае не читать. Почему? Потому что у вас вообще сейчас вот, как сказать, вот такая вот аура, что вы все впитываете, и вот этот вот весь негатив, вот нужно почему, да, вот раньше женщины беременные, они к ней очень бережно относились, очень, то есть о какой работе вообще может быть речь. То есть максимально ее оберегали от всего негатива, от всего возможного какого-то влияния. Вот, поэтому вот читать страшные истории, там, какие-то могут быть там ситуации в родах, этого не нужно делать. Это нужно, должен изучать и читать тот человек, который будет, допустим, присутствовать на родах. Я очень за, чтобы кто-то был в родах муж, акушерка подготовленная, пусть даже это будет, допустим, акушерка, так скажем, недуховная. У меня была духовная акушерка на первых родах. И даже если муж подготовится, даже если он технически будет все знать, но когда твоя женщина, у нее с ней что-то происходит, то есть она вот такой эмоциональный фон распространяется, что с мной что-то происходит, у меня там какая-то деятельность, его может захватить это, то есть и вот это вот здравомыслие, уравновешенность, так скажем, он может покинуть. Как я вот считаю, как у меня это было перекладывать ответственность на мужа, это и правильно. Может быть я в какой-то степени положилась на свое тело, оно же должно было сделать так, как должно быть. Но при этом я не осознавала весь процесс. А ты не должна осознавать весь процесс. То есть я его не осознала? Ты не должна ничего осознавать, ты должна расслабиться и быть в потоке, ты не должна контролировать ситуацию. Это самое, почему у тебя затянулись роды на три дня, потому что ты пыталась как-то вот взять это все в руки, там собраться, так соберись, тряпка, да, мы сейчас рожаем. Это не должно быть, ты должна расслабиться, ты должна вот так вот отдастся и все, и в этом потоке идти. Это нормально, это так и должно быть. Если там есть какой-то зажим напряжения, все это сразу отдается. То есть вы там зажали рот, у вас зажалась, извиняюсь, промежность. Это все взаимосвязано, и поэтому максимально вы должны вот расслабиться, все. И поэтому я и говорю, что для первых родов нужна желательно акушерка, потому что муж, да, он может быть в шоке от того, что так это все происходит. Нужен подготовленный человек, я считаю. Или это должен подготавливаться муж, очень ответственно, его нужно готовить вот до зачатия, вот прямо вот подсовывать мне какую-то литературу, почитая, знакомься, что ты по поводу этого думаешь, а может быть нам акушерку, я вот боюсь рожать в роддоме. Ну то есть должна идти такая вот работа подготовительная, потому что эта женщина довольно-таки мобильная, у нас мобильная психика, мы можем быстро на что-то перестраиваться, мужчины нет, он как пояс, который несется, его вот так вот куда-то там с ним направлять вот резко, это невозможно, то есть его только задавать направление заранее. Вот. Ну а то, что женщина должна расслабиться во время родов и не контролировать ничего, это однозначно. Сейчас женщины очень много там берут на себя, и в том числе ответственности. И мужчин как бы вот от этой ответственности уберегают. Как бы я не говорю, что нужно там обязательно его волочь, там он там сопротивляется, ты его волоком тащишь, нет, и ты в ответ, мы вот зачинали вместе, вот давай рожать вместе, такого быть не должно. Но проработка того, что он такой же родитель, это очень важно. Просто у мужчин же нет материнского инстинкта, у них и отцовский инстинкт возникает только, когда вот ребенок в принципе подрастает, и с ним уже можно как-то контактировать, а так вот он лежит, ну как бы они умиляться-то так особо, они ему не могут, как мы там можем их нацеловывать миллиард раз за день. Вот. Но когда он рожает вместе с вами, не обязательно он там прям вот принимает ребенка, кто-то действительно к этому не готов, но держит вас за руку, видит какой-то процесс, как это не так уж и легко дается, это очень важно. Сейчас мужчин вообще максимально, почему столько разводов, почему столько бросают своих детей, потому что мужчин вот от этого всего уберегают. Когда ребенок принимает, ну когда отец принимает своего ребенка, ну это конечно, ну у меня муж каждый раз плакал, насколько у меня брутальный, у меня постоянно там обнимаются слезания. То есть там какая-то тоже связь устанавливается, когда он присутствует на родах, и я сколько своих подруг уговаривала, на партнерский родах, на которых муж присутствовал, они там все потом плакали, благодарили, как-то у меня Дима там рыдал. Ну то есть это, ну я считаю, что это важно, и сейчас вот проблема в том, что мы много вот мужчин вот оберегаем, вот это вот там, ну в таких моментах я считаю, что это не обязательно. Поэтому нужна подготовка такая тщательная все-таки к этому в любом случае. Некоторые вот хорохорятся, как будто там вот, мы там родим, а потом в ужасе там носится, это тоже плохо. То есть вот такие вот крайности, их нужно избегать, нужно максимально вот как-то к этому готовить. Но если нет, то уже нет, то есть по крайней мере, чтобы подготовить его, что ты просто присутствуй где-то рядом, все будет хорошо, вот у меня есть акушерка, она там поможет, она там все знает, и ты просто вот будь рядом, мне нужна поддержка, мне нужна рука и так далее. Ну все равно мужчины, понимаете, их же тоже обрабатывали, как нас, нас запугали этими родами, что это вообще ужас ужасный, да, что это процесс практически больничный, что там вот ты там практически ничего не делаешь, вот все зависит от врачей, да, какой врач, какая у тебя вот хорошая акушерка тебе подойдется или плохая, вот от этого будут проходить твои роды. То есть идет вот такое вот внушение. И мужчин также обрабатывают, в плане того, что присутствовать на родах, да, это фу, да, потом там какое-то и влечение пропадает, и пятое, десятое, то есть это вообще-то бабское дело рожать. Действительно, у меня Андрей, мой супруг, считает, что он роду родил. Дочь он любит настолько сильно, говорит, это мое, вот он ее родил, у них сильная эмоциональная связь прямо с самого рождения. Он принял, он ее одевал, он держал все время, пока там, вот эти вот аргументы должны присутствовать, что связь действительно, что это на самом деле так и есть. Поэтому убирать из этого процесса мужчину я бы не рекомендовала. То есть максимально просто нужно их к этому подготовить. Так, немножко, как у меня есть вся тема, я говорила про различные вмешательства, да, в родах, вот, про эпидуральную эстезию мы так уже прошлись. Ее сейчас применяю часто, зачастую практически не спрашиваю разрешения. Это еще один нюанс, почему в родах должен быть кто-то, вот ваш человек, или должно быть максимально все подготовлено к этому, оговорено все с врачом, что, как, то есть вы должны к этому подготовиться, не так вы приехали, здрасте, вот я. Конечно, и так бывает, что вы, если у вас ничего не договорено в роддоме, я рекомендую приехать на схватках. Вот, когда у вас уже все идет, все уже пошло, все уже, и раскрытие там, допустим, 4-5 сантиметров, ну, там уже деваться некуда, и уже колоть, в принципе, ничего не нужно. Вот, тогда да. Заранее ложиться в роддом, я бы не рекомендовала. Вот, если единственное, у вас там опыт, допустим, стремительных родов. Вот, есть девочки, у которых, там, одни, вторые роды, у них, ну, стремительные роды, там, она там за 2-3 часа рожает. Вот, тогда, тогда да. А так вот, чтобы вот, и избежать вот этого вмешательства, вот этой обработки, проработки, когда вот а то, и это, и давайте проколем, то есть, в принципе, природой, нам, женщинам, дала, дана такая сила, что мы можем вытерпеть такую боль в родах. Еще эпидуральная анестезия, она что делает? Она подавляет выработку эндорфинов. То есть, те эндорфины, которые нам нужны для процесса родов, для такой, как сказать, баланса, да, вот между болью, может быть, у кого-то ее, ну, минимум, да, может быть, за счет как раз вот этих эндорфинов. Потому что я знаю женщин, которые рожают легко, и таких прям, что вы там, какая там больная, не так уж там все и страшно, я еще к там пойду. Да, то есть это эндорфины, то есть их должно быть максимально много, чтобы роды были безболезненные. Вот. И эпидуральная анестезия, она и гасит. То есть выработка эндорфинов прекращается. Дальше. Прокалывание пузыря. Об этом тоже многие говорят о том, что он рвется сам, когда это нужно. Любое ускорение, это вероятная травма для ребенка, травма для вас, потому что идет процесс активный, не успела раскрыться матка, насколько нужно, и, соответственно, могут быть какие-то там негативные последствия. У меня пузырь лопался каждый раз перед потугами. Все вот как вот, как оно и должно быть. Следующее. Акцитоцин. Его колят, когда у вас затяжные роды. Затяжные роды, это вот уже 6 часов, допустим, 6-8 часов, это затяжные роды. Хотя это нормальное течение родов на самом деле. Акцитоцин, все, он ускоряет роды. То есть многие говорят о том, что когда идут схватки, планомерно, да, повозрастающие, даже болевые ощущения повозрастающие, колят акцитоцин, все, начинается ад. Ну, вы представляете, да, ребенка начинает просто, вот как вот даже есть такое врачебное тело, изгнание плода. Ребенка просто выталкивают. В родах нужно всегда понимать, что ребенку гораздо тяжелее, чем вам. то есть его из привычной среды, из тепла, из комфорта, отправляют в другой мир. Страшно, больно, потому что его там сжимают, его выталкивают. Я проходила одно время телесную терапию, и там был такой момент перерождения. Ну, рыдали все. Вот кто проходит процесс, это получается, ты как бы снова рождаешься, да. Если у кого-то в родах что-то пошло не так, вот кто-то рождался, да, травматично, там еще как-то. То есть вот такой есть, такая практика, да, что можно как бы родиться заново. То есть это накладывает на, отпечаток даже на течение, ну, в будущем, как вот или что, какие-то там жизненные ситуации и так далее, поведение человека. То есть это люди там плакали, прям заходили слезами. Мужчина, женщина, это очень, ну, тяжело, потому что, ну, как бы естественных родов у нас на самом деле мало. В условиях роддома это, как правило, редкость. Вот. И, как правило, если женщина, оно подготовлено, да, она родит, естественно, или когда она приехала уже там на схватку, она уже более-менее подготовлена. Как правило, женщины, которые приезжают рожать в роддом, они на все соглашаются, врачи там, в принципе, делают то, что считают нужным. Особо не задумываясь, как это вообще повлияет на ребенка, на роженицу. Все рожали, ты родишь, там, заткнись, не ори, это как бы вообще уже как норм. Это вот такой процесс, да, божественный, важный, и вот такое вот отношение. Вы должны понимать, если у вас идет все планомерно, если боль терпимая, если идет раскрытие матки нормальное, да, то ни о каком акцентационе речи быть не может. То есть у меня вот два дня протекали роды, это тоже нормально. Женя, как прочувствовать, что все идет нормально, если ты немножко, да, не в себе, то есть если ты где-то… Ну, тут я же не паники, а вот состояние… Усталости, состояние осознания, да, усталость. Как понять, что все идет нормально? Раскрытие матки. Надо научиться смотреть раскрытие матки. Раскажи свой вопрос. То есть вы просто берете зеркало и смотрите, насколько идет вот процесс, насколько вот сокращаются интервалы схваток, насколько вот интенсивность вы чувствуете вот оно идет. То есть вы все-таки кто-то должен только смотреть, да? Ну, я проверяла сама. Сама. И пальцами можно посмотреть на самом деле. Вот. Ну, и вообще это чувствуется. Почувствуется. Но вот если, допустим, водочистичная, это швей. Это не страшно. Если пузырь целый, если не прошло такого потока, то есть гипоксия плода может быть только в том случае, если лопнет пузырь и вышли все воды, то есть когда в воде там не в чем держаться. Если подтекание вод, это нормально на самом деле. Они у нас обновляются, они пополняются. То есть некоторые ходят с подтеканием пузыря там 2-1-3 дня. В этом нет ничего страшного. Да, если лопается пузырь, все, тогда должен пойти активный процесс. Сразу поток. Да, да, то есть это сразу чувствуется, это ни с чем не перепутать. Подтекание вод, когда там еще потекает водичка, это ничего страшного. это бывает такое, это норма. То есть каких-то там показаний для того, что там... Ватикане имеется в виду это какие-то как по капельке там, или может чуть-чуть там, да, стакан, если вот, ну, не знаю. Нет, когда стакан, это уже чуть-чуть не цена. По какой-то процессу пришел. Очень-чем еще расслабиться нужно и быть в потоке, потому что, опять же, акцитоцин, он выделяется сам по себе. Если вот вы находитесь в таком состоянии, да, вот, все вот, классно, как я там родов все уже стала, каждый раз. Вот, и начинается эта эйфория, радость, и вот акцитоцин начинает сам выделяться. И чем больше радости, тем больше акцитоцина, тем быстрее безболезненные проходят роды, тем больше эндорфинов, все это происходит, естественно. Если вас не запугивают, на вас не орут, нету какой-то агрессии, да, вот как в роддомах бывает очень агрессивно, это же все влияет на самом деле. Ну, конечно, потом маниколия, там что-то, такие дозы, которые неестественны для течения родов. И, ну, разные последствия, я не буду это все озвучивать, ну, потому что у нас девушек много, много двое беременных, вот, ну, они, вот эти все нюансы, вот эти все вмешательства имеют значение. Как это потом отразится, никто не знает. Чтобы роды были максимально естественными, нужно подготавливаться, естественно, да, это должна быть для мамы, это духовная литература, техники дыхания, ну, и какая-то минимальная физическая подготовка, там, растяжка и так далее. Все должно быть максимально естественно, но, конечно, вы должны там ограничивать себя в еде, там, какие-то должны быть такие моменты, то есть ответственно к этому подходить. Техники дыхания. Бывает такое, что вы в родах, когда в роды уже пошли, это вы можете изучать техники, и не вспомните, что как там дышать. А бывает наоборот, открывается вот это вот, я помню, в одних родах я дышала собачкой, мне это прям помогало, вот на схватках, я прям чувствовала, как мне приходит облегчение, но в других родах, наоборот, мне не пошла собачка, я дышала глубоко, вот это приносило облегчение. То есть в любом случае, изучать это желательно, ну, лишним не будет, потому что, как оно что потом пригодится, то есть это у вас будет само по себе уже, там, что нужно всплывать в памяти, вот, где-то там, может быть, мушного направит, или акушерка скажет, а попробуй то, попробуй это. Если вы это знаете уже, ваше тело понимает, как дышать, да, вот так или так, то есть у вас это всё может сыграть такую положительную роль. Духовная литература нужна для воодушевления, да, для того, чтобы настроиться, желательно, может быть, какой-то составить позитивный образ своих родов, но не циклиться на нём, чтобы не было потом разочарования, что что-то пошло не так, роды идут не по тому сценарию, который вы там задумали. Какие два человека имеют огромное значение в ваших родах? Помимо вас, естественно. Мама. Мама. Ещё? Довушка. Нет, мама, правильно, и муж. Муж. Отношения с мужем. И мама. Мама, даже, знаете, не то, что отношения, а как мама рожала, и в частности, рожала вас. Может быть, вы слышали часто такое выражение, что там у вас все так рожают в роду, да, желательно узнать, как вообще проходили роды у вашей мамы. Насколько они травматичны были, что она там пережила, да, потому что это всё несёт отпечаток на вас. И то есть, есть вероятность, что такой сценарий будет у вас. Чтобы, естественно, его предотвратить, ну, нужно проработать вот эти все моменты. Второй момент с мужем. Отношения с мужем, доверие к мужу. То есть, это имеет тоже очень большое значение в родах. Недоверие к мужу, это, можно сказать, это отображение недоверия к миру, недоверие к каким-то вот естественным процессам, к тому, что вот сейчас происходит со мной. Вы привыкли контролировать мужа, это тоже всё, это отразится потом на родах. То есть, вы должны максимально расслабиться и с мужем проработать отношения. То есть, вы к родам должны подготовиться, ещё и вот решив какие-то моменты с мужем. Если вот у вас идёт страх, это адреналин против акцитацина, против эндорфина, всё, и начинается страх. Страх вообще на самом деле завладеть проще всего. Мы больше, конечно, всегда акцентируемся на негативе, чем на позитиве. И поэтому, когда захлёстывается на страх, начинается паника, всё, на этом вот начинается снижение вот акцитацина, эндорфина, всё. И вот этот процесс родов, он становится такой неосознанным, неуправляемым. И вообще, мы не понимаем, что с нами происходит, начинаем теряться. Почему-то больно. Я хотела оргазмические роды, почему-то больно, что я там начиталась, то, что там всё в такой эйфонии было, что всё будет там вообще. Вот. На самом деле, и вообще, и схватки мы засекали, схватки. И почему у меня на два дня затянулись роды, потому что мы засекали схватки, а они не сходились. И в итоге я думаю, да это тренировочные. И муж у меня спала, я сидела в воде. А вода, вода, она тормозит родовой процесс. Особенно, я не знаю, совпало это, может быть, кто-то верит, кто-то нет. Но у меня вот дочка, она знак огня. И особенно те, кто знак огня, и вода в родах, нужно с этим вот аккуратно. Ну, я не знаю, насколько это так, но я свои роды затормозила максимально. Я на двойнях постунула. Представляете, вот ровно 10 лет назад, в этот день у меня начались роды. Вот моему первенцу, 23-го числа, дочке будет 10 лет. И вот ночью у меня начались 21-го числа рода, я мужа толкаю, мы лежим, засекаем схватки, мы сходимся, не сходятся, лежим дальше, все, он спать лег. А я чувствую, ну, прям, я и уснуть не могу. Ну, и, кстати, довольно явный признак же рода, когда схватки, ты не можешь уснуть. Это настоящие схватки, к правилу. Ну, некоторые могут, я вот не могла все ее уже. Ну, вот, на утро у меня схватки тормознулись, я там каким-то делом занимаюсь, ночью опять, опять не сходятся интервалы. Все, я опять села в воду, сижу, муж спит, я сижу в воде. На утро уже схватки такие чувствительные, уже вода, они с ним не помогают. Я говорю, он говорит, может, ты рожаешь? Я говорю, так схватки-то не сходятся, время не сходятся, они должны вот такие, вот столько тасла, столько интервалов. Вы понимаете, я к тому, что это настолько рода творческий процесс, у меня было трое родов и все разные абсолютно. И то я даже на третьих родах такая, ну, слизистая пробка-то не отошла, что-то не так, что-то, ну, а то, что она может не отойти, она потом отойдет, ну, то есть, я опять же, как в первый раз, то есть, вот желание контролировать, понимаете, вот это вот, а все ли так идет, а там интервалы сходятся, но она ни к чему хорошая, начинается паника, то есть, вот это вот недоверие жизни, миру и своему телу, там, а что, а вот это должно быть вот так, и должно быть то, ничего не должно, должно все идти так, как идет вообще, вот, поэтому, и смешно так получилось, у меня получается, складки уже такие, что меня складывают пополам, а я говорю, нет, это тренировочный, но я первородка, ничего не понимаю, ну, интервалов-то нет, они сходят, муж на меня уже смотрит, он поехал, не было связи, мы были вот в Тополе, он поехал на связь, позвонил своему другу, в Краснодарском крае, он принимает роды, Саша Варина его зовут, и он говорит, знаешь, у меня тут одна знакомая, вот у нее вот такая-то эта ситуация, а интервалы-то не сходятся, он говорит, так она рожает, ну, как это рожает, ну, только она рожает, у нее все активное, это, какие интервалы, что это, она сумасшедшая, что это? и все, и мужиками приезжает, приезжает, и говорит, так мы рожаем, я не могу рожать, у меня не давал, ничего не сходится, уже просто не могу, вот так вот, у меня просто складка, и у меня вот так, а я еще вязать пытаюсь, сижу, плачу, и вяжу, главное, и у меня складывают, и я терплю, знаете, это уже было вторые сутки, я практически две ночи не спала, нет, это схватки, но я их тормозила, понимаете, вот этой водой, вот это самым мысленное, своими, присылала, лежать, менять позы постоянно, чтобы шло быстрее раскрытие, то есть это постоянно нужно, кстати, у меня останкило, так что они пришли, ну, вода отошла, я почему-то ехала, а они сразу поставили, кардиограмму вот эту вот, ушли, полчаса, говорю, ну, чуть-чуть, я говорю, я лежать не могу, два часа я проезжала, уже лента смоталась, ушла, и хренать я про тебя забыли, и мне надо было вот этот процесс двигаться, да, то есть у меня все приглушилось, она такая, посмотрела, во столько приехало, во столько уже лежишь, у тебя уже все, давай окситоцин, но я сопротивлялась, но она там начала, всякие там вещи неприятные говорить, они так запугивают, он еще, это просто тебе защитен в этот момент, они гомональны с этим, давайте не оттуда, она запугивает, а что для этого делать конкретно? Да, то есть вы максимально должны быть расслаблены, все, схватки начались, процесс, радость, тура, все, начинаем двигаться, танцевать, дышать, да, максимально, меняем позы постоянно, если вы планируете роды в воду, да, ну, желательно только, только вот смотреть раскрытие, вот это нужно, желательно научиться смотреть вообще, это не так сложно, там, нужно это руками определять, нужно с помощью зеркала, там, когда вот схватки нету, посмотрели, там, ага, ну, то есть, может где-то в ванной посидеть, в теплой, это все нужно смотреть по состоянию, потому что на вторых родах я уже в воду села на потугах, вот в третьих родах я на потугах, ну, точнее, уже таких на заключение сладко села в воду, а мне еще хуже, я вылезла, и вот я только уже на самих потугах обратно залезла, я почувствовала облегчение, что мне вот, ну, вода сейчас вот нужна, то есть нужно чувствовать максимально, ваша задача осознавать и чувствовать, и делать так, как вы чувствуете, почему вот роды в роддоме происходят иногда так поуродливыми, потому что вам не дают чувствовать, вам не дают делать то, что ваше тело просит, оно просит сейчас подвигаться, оно просит встать, оно просит нам как-то прилечь, потому что горизонтальная поза для родов, ну, вы все, наверное, знаете, что это неестественно, сила тяжести вам не помогает, это удобно для врачей, Вот, и поэтому наше тело зачастую требует вертикального положения в этот момент, не лежать на кресле, а двигаться и помогать ребенку спускаться, чтобы он опускался вниз как можно плавнее, спокойнее, чтобы ему потихонечку, 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 чтобы для него не было стресса, потому что для детей вот это вот акцитоцин, это все, это огромнейший стресс, то есть его практически выгоняют, он не готов еще, а его выгоняют. Схватки начинаются, начинают двигаться, мячик, фитбол, вот тоже хорошая вещь. Очень, да, на мячике. Да, то есть у меня каждый раз, на каждые роды, вот от третьих родов, да, у меня был фитбол, вот я на него все схватки практически пропрыгала, вообще такой кайф, мне муж сидел, книжку читал, а я там на мячике на этом прыгала, и вот когда у меня была схватка, он меня там брал за руку, что схватка, да, все, у меня там я вцепился, я там на этом мячике, вот, и мне было легче. То есть вы должны слушать себя, должны максимально, да, вы, вот, это вот самый главный ключик. Как только вот вы начинаете к себе прислушаться, к своему телу, я вот когда на вторых родах во время схваток, я вот так вот проходила, пропела часов в пять. Я их эти часы вообще не помню, я была в такой прострации. Опять хотелось или просто ты себе вот сказала, я буду пить? Нет, хотелось, в третьих родах не хотелось, в первых не хотелось, в вторых хотелось. И вот это вот, ну, нам нужно вот максимально себе доверять, и вот ваше тело, это в первых родах я там собачкой дышала, мне хотелось. То есть прислушиваемся к себе, вот этого нужно достичь. И естественно, это заключается в том, что вы естественно делаете то, что требует ваше тело, да, что вы включаете в свою интуицию, не зря она нам дана, женщина. В больничных родах этого практически сделать невозможно. Сейчас хоть немножко в эту сторону подвинулось, что сейчас уже, да, все врачи, все говорят о том, что вертикальным родом имеет место быть, потому что это естественно. Вот, и то есть в некоторых роддомах, да, разрешают там и как-то там и ходить во время схваток, и вертикально принимают, то есть уже стараются все-таки подстроиться под женщину, а не женщина подстроится под врачей, как это было раньше. Вот, и некоторые даже ванны есть, где можно там в воде полежать, но это опять же не во всех роддомах. То есть ваша задача, если вы рожаете в роддоме, сделать максимально, взять ответственность за роды на себя, подготовиться к этому процессу, подготовить врачей и тех, кто будет с вами присутствовать. Это должен быть человек, пускай это будет мама, сестра, бабушка, но человек, который максимально будет спокоен и будет поддерживать вас, а не стерить или там поддаваться вот этой панике, там, идти на поводу у врачей, который вот может сказать, нет, мы этого делать не будем, да, который скажет, давай чуть-чуть потерпим. Нужен человек, который возьмет зарубка, чуть-чуть, давай потерпим, ну вот ребеночку надо, чтобы вот ты сама это вот, ему будет хорошо. Мы же, ну нужно думать о ребенке, нужно постоянно думать о другом человеке, да, который вот, ему это все сложнее, больнее. Вот, поэтому, то есть, естественный род это ответственность, это ответственность, это осознание того, что очень многое в них зависит от вас, в первую очередь. Что вы главное заинтересованное лицо в естественных родах, не врач, не акушерка, вот вы, ваш муж, близкие родственники, да. Но страхи развеять можно только как? Знанием информации, да, что как и протекает, потому что некоторые пугаются, что когда происходит в родах, что происходит при беременности, вот. То есть максимальный сбор информации, благо сейчас у нас вот информационных ресурсов очень много. Главное не уходить не в какие там помоешные чаты, где там вот эти всякие ужасы пишут, а стараться вот искать информацию достоверную. То есть много фильмов, кстати, сейчас про домашние роды, про естественные роды. Это вот желательно все изучать. И подготовка того, кто будет на родах. Вот, соответственно, вы должны понимать, да, что вот если вы берете там кого-то на роды, и вы его подготавливаете, когда вот вы будете в состоянии прострации, у вас должно быть полное спокойствие. Вы должны понимать, что все, мое дело вот рожать, расслабиться и вот отдаться вот этому процессу. И что вот кто-то есть рядом, да, кто будет помогать, направлять. Если нет, то должна быть, ну опять же повторюсь, акушерка врач, с которым вы оговорите все моменты, все нюансы. Вот, вот, от и до. Вот. То есть тогда, тогда есть вероятность, что вот страхов каких-то именно в родах, в родах их не будет. Вот. Может быть, у вас есть какой-то вот конкретный, да, страх, который вот вы можете озвучить. Многие боятся того, что вдруг что-то пойдет не так. Смотрите больше родов позитивных. Есть люди, женщины, уже и видео много таких, которые вот оргазмические роды, еще что-то. Вы должны смотреть на альтернативу, да. И вот эти, вы пишите установки, которые у вас есть, да, что вот эти все страхи. И в противоположной стороне, да, пишите вот, а как бывает иначе. А какая должна быть противоположная сторона вот этих всех установок негативных. То есть вы должны от них избавиться. И к этому идет и литература, и фильмы, и чей-то опыт реальный, да, вот. То есть вы должны вот от этих вот всех установок избавиться максимально. Бывает, что так вроде как вы избавились, но опять же, подсознание такая штука, не все оттуда выковырнешь. Вот. Но опять же, когда уже такая происходит ситуация в родах, да, ситуация бывает разная, у меня вот и обвитие было поповинно. Принимайте ситуацию, принимайте и старайтесь отсеивать страхи. Доверие Богу, доверие жизни, роду, все включаем и верим только в положительный исход. Интересный вопрос. Степень взаимодействия с больницами, женскими консультациями и так далее. Мы уже много об этом говорили сейчас, о том, что какое они имеют влияние. А влияние они имеют колоссальное. Я все три беременности стояла на учете. Вот. Две беременности я стояла на учете у нас в больнице Водников, у зав. отделения. Может кто знает, такой врач Султанова, она сейчас уехала. Но это было, конечно, идеально. В плане того, что врач старой закалки, а врачи старой закалки, они подлежание плода могли руками определить. Сейчас без УЗИ не делается ничего. Ну, вы знаете, 550 УЗИ там, так повернулся, так не повернулся, еще что-то. То есть зачастую, когда это, ну, совершенно не нужно. У меня еще просто, это мое личное, что негативное отношение к УЗИ. Вот. Я не считаю, что это обязательно и нужно. И вот я стояла на учете. Я сказала, я не хочу УЗИ. Уже какую-то приготовила басню, там, чтобы все это придумать, там, чтобы вот, лишь бы она вот меня это не уговаривала, не пристала. Она, ну, не хочешь, не надо. Я думаю, ну, хорошо. И все, вот у нас прошла так беременность у нее спокойно. Плюс в чем? В том, что это городская больница. Сю-сюкаться, возюкаться там со всеми у них нет времени. Поэтому все было так плавно и спокойно. Вот. На седьмом месяце у меня такая практика, что на седьмом месяце я выписываюсь, говорю, я поехала куда-то там жить, в деревню, там, там, там встал на учет. Письмо я вам пришлю. Ну, естественно, я никуда не становлюсь на учет. И последние два месяца я уже в полном спокойствии дохаживаю. То есть все, на седьмом месяце я знаю, что у меня там все в порядке, все анализы сданы, все хорошо. И дохаживаю вот эти вот два месяца спокойно, без каких-то врачебных вот этих приключений. Потому что тут уже идет настройка конкретная на роды. Третью беременность. Я встала в частную клинику, думаю, ну, лучше платное обслуживание. Оказалось, нет. Вот это дотошное обнимание тоже сыграло негативную роль, потому что, когда меня осматривала врач, ну, как это ты двоих родила, у тебя там какой-то... У меня сломан копчик, и есть такой небольшой отросток, который вот может во время родов, ну, как бы помешать. Ну, как это ты двоих детей родила? И все, мне это засело в голову, вот я казалось бы, там, все так, ну, у меня родила, все нормально. И вот на родах у меня начало вот это вот всплывать. И вот это вот, и то, что я УЗИ не делала. И вроде врач тоже пожилая женщина, и очень популярная у нас в городе. И вот такие вот установки. Ну, то есть вы понимаете, да, что вот я казалась бы, думаю, ну, что я там, у меня уже двое родов позади, да, что она там, ну, сказала, сказала. Ну, нет, то есть это все может отыграть очень такую большую роль. То есть, оказывается, вот с этим нужно проработать, да, вот я вот просто с этим не сталкивалась. То есть у меня был до этого врач, который, ну, нормально ко всему отнеслась, и меня никакими там этими страшилками не пугало. Вот. И я как бы вот вроде как и с мужем все нормально проработала и про себя, а врача-то я забыла. И то, что она мне вот этого наговорила, оно у меня вроде всплыло, а вот у меня то, а это, а вдруг что. Потому что, ну, роды идут, и мне кажется, что они должны, может быть, побыстрее, потому что третьи роды, ну, сколько можно, в общем, так долго. Мне тоже было, что третьи должны быть, первые были длиннее, вторые короче, третьи думала, ну, еще короче, самые длинные. Нет, да, я же говорю, что нету никаких шаблонов, нету никаких стереотипов, это нужно все отбросить. Не нужно там вот таких там ожиданий, чтобы потом не было разочарований, вот эти вот страха, паники, что что-то идет не так. Все идет так, как должно быть. Если что-то пойдет не так, вы, в принципе, это почувствуете. Если вот вы доверитесь, если вы будете спокойны, да, вы почувствуете, что что-то идет не так. То есть это зачастую в роддомах на нас нагнетают, вот у женщин, да, что они рожают, и вот, а то и не так, и это не так. И у них уже теряется своя, как скажем, чуйка, да, интуиция своя гаснет, и они начинают вот это вот, из-за вот этого страха, наложенного сверху, уже поддаваться этому влиянию и идти на поводу различных манипуляций. Поэтому максимально себя оберегайте от этого влияния, потому что, будучи беременна, женщина, она очень открыта, она очень впечатлительна. И все это отсекаем, и чистимся, приходим там с больницей, принимаем душ, это все прорабатываем от себя, это убираем, отсекаем. Потому что мы все взрослые на этих установках, что роды это страшно, больно, непредсказуемо, еще куча историй, да, там какие, как роды проходили. И когда еще и врач, у нас все равно стоит в голове, что врач, это помощь, это... Компетентный человек, знающий. Да, знающий, все, ведущий больше, чем ты. И поэтому у нас какое-то все равно стоит доверие, и мы принимаем порой за истину, что они говорят. А как мы сейчас видим, что врачи сейчас не лечат, они оказывают услуги. А в советское время, да, вот как вот эти постулаты звучали, да, и сейчас, это вот просто небо и земля. Как вот раньше учителя учили, то сейчас они оказывают образовательные услуги. Ну, то есть уже все подменяется, и никто ни за что не несет ответственности. И вы должны понимать, что врач ни в беременности, ни в родах ни за что не несет ответственности. Вот, даже за свои слова, ну, то есть, чтобы он там вам не говорил. И многие знают о том, что это все меняется. Даже то, что многие показания к кесареву, да, что ребенок не перевернулся, еще что-то. У меня есть история, что там девушка уже во время родов приехала, а ребенок лежит на камне вниз. И все, говорит, давайте к кесареву. Я говорю, я сейчас с ним поговорю, он перевернулся. И все, и все нормально, и перевернулся ребенок. Они вот с такими глазами. То есть настолько они далеки от этого естественного процесса, что есть, да, врачи от Бога, есть акушерки от Бога. Но вы должны всегда понимать, что вы ответственны, и вы должны вот этот процесс к нему готовиться и верить в себя, в свои силы и во все остальное, в своего ребенка. А все остальное, это уже вот дополнение, так скажем. Вот, может, есть какие-то вопросы? Женечка, как выйти в состояние родового потомка, как у тебя это получалось, чтобы у девочек тоже был опыт. Ну, хотя бы твой опыт перед глазами. То есть как в это погружаться? Ну, ты говорила, расслабиться, это шарфовое. Что еще можно делать? Да, про доверие ребенка очень хочется послушать. Потому что процесс родов девочки, это процесс ребенка. Мы только проводим и не мешаем. Пожалуйста, подскажите об этом. Ну, да, это расслабиться, довериться. И я просто постоянно пела, разговаривала, наглаживала живот, ходила. То есть постоянный контакт с ребенком? Да, постоянный контакт с ребенком. Да, постоянно. Вы должны его успокаивать. То есть, понимаете... Вы его приглашаете в ночь. Вы приглашаете. То есть должен выделяться не только у вас эксцитацин эндорфин, но его тоже, он должен ждать тоже встречи с вами, должен верить, что здесь лучше, чем там. То есть у него не должно быть этого страха, да. Почему еще может троноситься процесс родов, ребенок тоже боится, он сопротивляется. Мама боится, и он еще боится. Ну, потому что, знаете, если вы там, да, находитесь в ужасе, в панике, ну, а каково это ребенок? Да, он не понимает, что происходит. А тут еще от вас приходит адреналинный страх. Вот эта вся смесь грибы еще. Поэтому все, максимально расслабляйтесь. У меня жила в трех родах. Вообще мы застряли в тайге зимой 25 февраля. Машина застряла, мы шли по сугробу пешком домой. Муж там экстренно делал воду. Я не скажу, что я хвалюсь вот этим всем, потому что отчасти это безответственно. Вот, потому что, как вот многие скажут, а вдруг что? У меня даже мысли не было, вдруг что? Даже вот не допускала. Это потом, в течение какого-то времени, я думаю, а вдруг что? Ну, я там, машина просто застряла с него, не выехать ее, замело так, что просто по крыше. То есть мы шли пешком, муж унес старшую дочку, и я шла там со схватками по снегу, по сугробам. И все равно это все, какой-то настрой был такой, что мы, например, сходили в баню, как-то я вот как-то вот расслаблена максимально. Я вот просто сижу в бане, у меня там схватки идут, мы там общаемся с девочками. У меня какое-то танец такое, я же никому не говорю, что у меня роды на данный момент идут, что у меня схватки идут. И мы вот общаемся, что-то разговаривают, я вот чувствую вот этот процесс, что у меня идет. И вот когда только они стали уж такие чувствительные, мы поехали домой. Ну и там застряли. И вот этот вот настрой, настолько вот я тогда доверилась, ну, я даже не передать словами. Вот что значит отпускать, вот что значит вот все, ты отдалась, все будет хорошо, все там. То есть все, я даже мужу, я даже не помню, как он там воду набирает, что я говорю, я хочу воду, все, залезла в воду. Я даже не помню, что я рождела на сухую, представляете. Я не помню того, что я ему говорю, он здесь уже в воде, у меня подруги. Я ему говорю, я хочу встать, я хочу на сухую родить. Мы недавно с ним спорили, я говорю, вот такие же воду родила, Алену. Нет. Обязательно воду? А? То есть вот вы говорите на сухую или воду, то есть обязательно воду, если ты дома сам, самостоятельно? По ощущениям? По ощущениям, конечно. Вода, она, когда вот уже раскрытие хорошее, уже там 7-8 сантиметров, когда уже процесс родов, это не остановить уже. Она снимает болевые ощущения, расслабление дает такое немножко, облегчение, где-то даже силы добавляются. Особенно, если я перед этим находился в движении, я когда села, я чувствую, у меня ноги аж вот так вот гудят и трясутся, потому что я 5 или 6 часов просто вот так вот по всему дому. Там танцы, там не танцы, я уже толком не помню, что это происходит. То есть он начинает выходить, то есть первая головка появляется, то есть он же еще не сразу же молниеносно, то есть он находится еще в воде, это нормально? А, конечно. А, если не. Но он выходит из этого просто вздох, то он когда первый делает, когда уже полностью вышел? Конечно. Когда легкий торт. Первое, что вы делаете, вообще, да, когда выходит голова, или она, допустим, в воде, ваша задача, обязательно родить его за следующий пот и будет целиком, то есть он уже не должен оставаться в долгой воде. Следующее, что вы делаете, у нас почему была реанимация, потому что муж сразу начал доставать ребенка, а там обитие. А вытащить он ее не может, то есть держит ее дочку плацента, но он обратно ее под воду, чтобы снять, а она уже глотнула воздуха, надо опять воду, она глотает воду, и вот начинается вот это вот все. А я встать уже не могу, у меня двое суток рода, и все, у меня уже ноги просто не держат. И я в этот момент, понимаете, я даже не соображала, что происходит. Они откачивают ребенка, говорю, а кто родился? Ну, потому что мы уже в зиме делали, я не знаю кто. Настолько я. Я не понимала, что происходит, почему вот важно, да, и почему вот так много родов в роддомах идет не по плану, идет абы-кабы, потому что женщина не понимает, что с ней происходит, и она вот, когда она должна довериться, то есть там кто-то вот пользуется этим и делает все как ему удобно, а не так, как это естественно. Вот, и получается, за счет вот этого момента пришлось вот ребенка откачивать. То есть первый момент ребенок рождается, а второй момент объясни. Дальше что вы делаете? Дальше проверяем, вот если это под водой, обвитие, если это на сухую, там сразу все видно, там поповинно снимается, и все. Слизь с рта надо откачивать. Да, дальше это все, у меня, допустим, у одной дочки была связь, у другой не была, то есть это все смотрим, вот, да, смотрим. Откачивай изнутри чем-то же, это, а, просто сам. Может, да, кто-то решит. Я считаю, что, девушки, я не знаю, просто я не думаю, что может быть сейчас нужны ли все технические процессы, потому что если там кто-то будет прям намереваться, да, рожать дома, то да, я могу допустим дополнительно там встречу устроить, и мы уже прям вот эти вот нюансы, все моменты, да, обсудим, вот, потому что, ну, сейчас как бы нужно хотя бы вот вот эту всю информацию, осмыслить, да, что вот эти все вот эти вот моменты, насколько они важны, и насколько вот это вот все должно быть. Я сначала, когда думала о встрече, я думала, да что там рассказывать, а потом, когда начала это все систематизировать, да, начала собирать, я думаю, боже мой, как это все рассказать, как это все уложить, и как вот эти все моменты вообще охватить, вот, поэтому, почему вот я должен в родах кто-то быть подготовленным, потому что эти все моменты, там, обвитие, там, еще и так далее, не должна мама об этом знать. Как правило, есть такая даже тенденция, что если мама об этом знает, она, как правило, отыграет потом. То есть, это все можно очень протянуть легко, как бы это ни казалось, да, прочитала, прочитала, послушала, послушала, ну, а нет, а потом вот, потому что я тоже, когда забеременела, там, полезла на форумы всякие читать, там, и вот эти страсти про домашние роды, там, многие писали, а вот, а вдруг что, а вдруг обитие, ну, вот я получила от своего бития, который я читала, ведь ему не нужен был этот опыт. Вот такой момент, хотелось бы узнать, ну, вот ваш муж мог бы провести, типа, такого же семинара для мужей? О, это круто. Какой мужик. Женя, прости, что я отвечаю. Я такую, и на камеру сразу заявочку отправляю. Мужик же есть, чем поделиться. Ну, По крайней мере, не прямо само может быть участие, но хотя бы осознание, да? Потому что в третьих родах он вообще просто, он там мной руководил, когда родилась у ребенка голова, он как на меня наорал, я потом, я так обиделась, говорит, что на меня орал, ты, потому что должна была за вторую потугу родить обязательно, я бы и так родила, говорю, я там, потуга, это когда ты, ну, тебя выворачивает, ты ничего сделать, ты не можешь, там, когда тужится, не тужится, оно пошло и пошло, чтобы ты точно родила, поэтому я там тебя там взбодрил, я прочитал, что так и должно быть. То есть он подготовился в этот раз основательно, если первый раз он как-то так к этому отнесся, что довольно так просто, так скажем, вот, но во вторые роды, я говорю, потому что часто вот у мужей, особенно кто в теме, родовых поместья, есть такое, что они думают, что это настолько все просто, что вы должны еще транслировать то, что вам важно, чтобы вот он подготовил, мне будет спокойно, мне будет хорошо с тобой, ну, сходи вот, послушай там, или почитай, мне будет просто спокойно, вот, ну, вот это для нашего ребенка, там, такое, или там, мне интересно твое мнение об этом, еще как-то, таким вот образом это все прокатывает. Про ответственность, что это все равно же, ну, чтобы он сказал это, как мужчина, мужчина другим, что, да, вот это ответственность, это ваша заживная ответственность, вот этого донести. Ну, да, я думаю, что он с удовольствием, наверное, да, такое привел? Что он рассказал, каково это? Каково это? Да, конечно, интересно, для самого мужчины, да, как бы там? Вот именно вот взгляд мужчины он услышит. Со стаканчиком. Я бы сама даже послушала его с удовольствием. Да, потому что, ну, другая сторона, да, тоже важная. Я думаю, что и... Да, потому что, в основном, то мужчины сторонятся этого процесса, а тут как бы вот... Вообще, большая разница, папочки, которые рождали вместе с мамочками, я их тоже по роду своей деятельности вижу, это совсем другие папы. Да. Мамочки, какие это папы, они готовы к грудью кормить, если бы она не была. И рассказать как раз вот, да, про это... И какое бережное отношение к ребенку, ощущение к ребенку, да, вот эту связь, чтобы он это рассказал, ну, как-то воодушевить, что ли, как-то вот. Вообще, это классно. Ну, да, кстати, это классная идея. Я думаю, это было бы интересно. Смотрит он еще разом идет. Может быть, что два лагеря скажут, да, типа, что там, узнать, ну, я и так все знаю, сейчас книжку прочитаю, я все знаю. Как любят мужчины, это вот хорохорит, а другие скажут, да, это вообще бабский процесс, что за бред, какой-то сумасшедший. Но здесь, конечно, так не будет. Я думаю, что все равно сейчас, сейчас все-таки люди двигаются к осознанности. Да. Есть вот это понимание, что, ну, это все не просто так. У нас есть время паровоз подготовить. Да, 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 то есть это нужно вот направить. Действительно. Ну, встречу прям с, ну, с женой, чтобы мы вдвоем сидели, и вы вдвоем сидели. Я думаю, может быть, будет так же интересно. А может быть, можно будет и рассмотреть, и другой вариант так же поставить, допустим, камеру, и ребят оставить. Ну, это там больше чувствовать, что там у них будет, а не, если нормально, законтактируют, так скажем. Да. Ну, и, конечно, да, у меня еще муж такой брутальный. Мне кажется, это будет, ну, как бы, так звучать. Впечатляюще. очень надо. Это, конечно, надо будет утаивать, что он доплакал. Скажет, я там вообще, там, кремлинка. Я там все как-то делала. Я его сам против. Практически сам, да. Да, да, идея классная. Так, может быть, еще какие-то вопросы есть, я бы уже подытожила тогда. Еще есть, вот вы сказали, духовная акушерка, да, ну, чтобы была желательна, чтобы духовная акушерка. А у вас есть такая, ну, чтобы вот взять. Ну, вот в наличии у меня сейчас нет, ну, вот, получается, последние двое родов у нас проходили с мужем вдвоем, а первые роды мне проводила девочка, которая сейчас уехала в Екатеринбург. Я бы рекомендовала почитать Светлану Бондарь. Книжка есть в интернете, ее можно скачать в доступе, но читать ее папам. Вот, потому что это практически, это путеводитель по родам. Мартана, я не советую читать беременную. Не беременную, папам. Папам. Это, это, как, знаете, вот. Она описывает свой огромный опыт. Да. То есть там вот конкретно, да, как и что, какие ситуации, что делать, какие действия, как подготавливаться к родам, как закрывать роды. То есть нам, ну, вот, если будет такая потребность именно про подготовку к домашнему роду, я могу рассказать нам, какой отвар пить, после родов, да, какую я делала, там, как обрабатываться после родов, да, вот эти все моменты. Просто сейчас я не думаю, что это лишнее, что у нас все-таки больше там, да, первая такая тема, первая встреча, вот. А так там много различных нюансов, которые можно еще осуществить. Мартинова родится по собственному желанию. Родится по собственному желанию Мартинова. Наташа молодец. Я тоже читала, да, я присылала. Да, ему тоже присылала. Вот эту вот литературу, вот я рекомендую. И есть еще духовные книги. Я потом тоже скинула список, кому интересно. Так, ну все, вопросы еще какие-нибудь есть? Нет, только благодарность. можно мне чуть-чуть поделиться, да? Да, у меня трое родов. Просто знала, что все здорово, что я такая сильная, то есть я уже это чувствовала, вот этот вот свой внутренний вот этот потенциал, что я, да, что это вообще у меня все легко, все пройдет. Я только думала, ну вот как это, для меня это вот как загадка. И я готовилась, видать все-таки внутри, что это будет так сильно-сильно больно, что ну надо будет тебе коль потерпеть. И так прошло все, что я готовилась, готовилась, а потом думаю, ну когда же это вот больно сильно будет? Когда оно? То есть вот это состояние радости, что я сейчас вот в роду сделаю точно так же, как они, да, вот этот, пройду этот паром 20-летие, и вот рожу так же. Вот. На самом деле Оксана ко мне пришла, и я стояла на четверенечках, на кроватке ходила, и она мне вот делала массажики всевозможные. Была рядом. Больше никуда не пойдешь, ты только со мной, потому что... вот так вот нужно себя вики-то перебью, вики-то, вы заинтересованное лицо, вы рожаете, не врачи вас рожают, не они главные, вы главные, а в роддомах все перестроено так, что вы, получается, как подопытный кролик, да, то есть вы что-то, ну то есть врачи руководят процессом, такого быть не должно, вот берите пример, что не надо ничего стесняться, не надо зажиматься, хотите кричать, вот мы разговаривали на эту тему, как раз вспомнили, да, надо. Еще я хотела сказать, никогда себя не сдерживайте в родах, вы, главное, вы рожаете, ваша цель родить здорового ребенка, то, что там подумают врачи, то, что там они там будут вас обсуждать, то, что они на вас орут, или еще что-то, это посторонние люди, вообще плевать, вы должны понимать, я должна родить ребенка здорового, я должна быть сама, остаться здоровой, все, я слушаю себя, я делаю то, что считаю нужным, я слушаю свою интуицию, вот так вот, подберите пример, далеко удачу, ну и так случилось, что меня никто не приходил, не смотрел, просто Оксана выходила и говорила, что рано-рано я позову, то есть я была или одна, или вот с ней, и она мне говорит, ну все же хвастаются, что ты умеешь красиво петь, ну давай, я тебя еще не слышала, и я ей там песни делала, концерты закатывала, все, мы с ней болтали, ну вот, то есть вот такое вот общение, вот, и все, когда все подошло, я, ну, я уже чувствую, что у меня все потуги, что все уже, я говорю, я хочу какать, она говорит, ну все, я забыл, она пошла, она говорит, моя Викуля уже рожает, все, вот, и она говорит, а ты где хочешь рожать, я говорю, а где надо, ну то есть, а я смотрела, ну такое страшное это кресло, ну вот просто, вот даже вот так визуально, я говорю, а где надо, я говорю, что там, она говорит, ты где, вот где ты хочешь где стою там вот это надо ванной диванчике на кроватке как хочешь так это ну и все и вот как все у меня пошла вот сильно схватка все потуга все у меня уже вот головка я смотрю их набежала много-много я сначала то не поняла потом уже поняла что это какой показательный я думал что это так надо я думала что просто когда у них на подходе каждый много а еще вот я бы четко помню свое состояние это очень было необычно вот а то есть они спросили хочешь прилечь я говорю ну там нужно что я вообще не ложилась 7 утра начали схватки вот уже вот обед да там я не ложилась и все это время ходила на четверенечко стоялся к разу там на этом на мечей на мече а не хочешь прилечь и ну да можно на ними вот как-то подняли ли как-то так это по полу полу вот и я помню четко вот самое крутое состояние девочки это знаете что вот и вот мы как-то вот типа вот ты лежишь а они все я не знаю как они так все и они все сели вот окна на на краешке да и вокруг тебя вот такой вот вот просто вот женская вот это вот ну то есть как вижу вот угол уголовые две сидят вот так вот то есть их столько было что вот они присели они сидели одна за руку другая поглаживала и они вообще беседовали насчет своих а у них собирался этот как его выездной там то ли корпоратив то ли чё кто чё салаты какие то есть это было я лежала я лежала и я я думаю что они вообще какую-то несут это я отражаю а потом я поняла что они как бы ну меня отвлекают и я и я вот как бы пыталась ну их послушать и вот ну или церковь это кайфово то есть вот сразу первые роды это вот когда ты лежишь и подле тебя вот это вот да вот это вот вот наверное вот это бы мне уже самой вот будущем бы хотелось в каждой мамочки вот это вот ну кому-то надо потом я уже поняла сейчас я уже могу сказать что мне вообще никто не я могу сама родить мне вообще никто не нужен не муж не брать не сад и так далее но я понимаю что а как это это кому-то а кому-то надо его чтобы она кто-то свой рот может так почувствовать а кто кому-то надо вот его собрать кто-то может почувствовать вот состав так свои я-то мужа не было рядом да уже на третьих родах но я так его чувство он не всегда говорит вот ты по мне соскучилась ну закрой глазки обними меня почувствую я не могу ну как ты так он мне я говорю а мне нет ни на что ты подошел не обнял я должна быть вот так чувствовать он говорит нет и потом уже с годами я я поняла как это чувствовать я я ощутила это и даже когда ему его не было рядом я настолько в силу чувство что у меня не было никаких не прогалований ничего дни вот это не было все вот вот она сама шло все только он приняли и и все вот груди и все она со мной вот и ей не заложили вот это тетрациклин она сразу глазки открыла вот хлопала 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 и получается что уже к вечеру там уже к ночи я смотрю что не как ну как не загноение как вот ну как вы давать глазки на и говорит ну все мы ее забираем а тебя вот оставляю тут то есть я говорю как вообще вот они не объясняют то что ты после родов теперь вот надо там побыть тебе там надо что-то колоть и так далее вот это вот все вот я сразу тут четко я просто пишу этот как его отказ до собирая ребеночка и все я выхожу в рудом вот все стою и все даже сутки еще не прошли как я вышла с рудома я себя абсолютно комфортно чувствовала это ну то есть показатель для всех но все равно есть какие-то страхи а как я там ну у кого-то может быть да как и там справлюсь и как вот после родовой кого-то наоборот надо дом побежать это страшно вот рожу кого-то после как я восстановлюсь или так далее то есть это это вот сразу показатель ничего мне никого ли никаких узи мне не делали мы поехали ей там полечили эти глазки по закапывали мне показали как это а вот вторые и третьи роды это вообще просто космос я четко понимаю что я люблю ночью спать я не хочу ночью рожать я уже договариваюсь все я себе всем 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 и об этом говорю всем утра начались схватки все и когда я чувствую что я просто это чувствую я не проверяю чувствую что она вот открыто все я пришла это уже наверно было 778 сантиметров раскрытия и вот меня встретил вот этот коричек игры здрасте встретились я говорю а вот после первых родов меня укрывали вот а он говорит а сейчас уже рода принимаю игру ну два года прошло я люблю отлично не радость потому что у меня есть один ребенок потом вот так выглядит а второй то будет другой а как какой радость наполняет все той только это то есть я молилась я пела я смотрела на людей зашла кушерочка спросила как я бы еще рано все она ушла и мне никого не надо бы мне не надо чтобы она ходила все это все только она еще зашла я говорю я уже все она говорит что все я говорю я говорю вам как удобнее я вниз я говорю я все я на кресло она на меня смотрит подожди я горит еще не оделась я говорю не это уже все она прям вот так вот быстрее она вот закидывает там же вот так вот этот сарафан да и она вот так его закидывает и просто хряк вот она только головку при придержал и все и он вылетел все сразу на живот вот 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 этот шпок я ощущала и с первым и со вторым и с третьим это чё это прям ну все и все он шпок я делал он сразу грудь схватил и все и он как голодный мужик а третий раз я на 9 я чувствую что все ну вот уже вообще все я говорю вася пойдем ну то есть также 7 утра начали схватки все а еще такое мы все ждем мне кажется муж все проработаны он готов он такой все это время идет время идет ага что-то не наступает мы лежим ягры васенька но что-то говорю вот не то говорю кто-то у нас не готов так лежит глаза закрыли лера готова принять брата до готова ну просто тестируем просто да а тима готов готов я готова я готова вася ты готов нет вот он нужен я в руках не готов он говорит ну вот оказывается нет то есть вот уходит готов готов да тут это все мы засыпаем вот и все и он говорит я в 5 утра проснулся я говорит поговорил с сыном и все и вот всем утром начали схватки мы ходили гуляли с ребенком мы пили чай мы болтали про женское там складывали что-то добирали ну в эту эту сумочку до выходили в магазин и она всем говорила она рожает она а я привыкла ходить что-то делать но это классно это вот ты вот состояние родов но ты вот вот это вот до этого машина происходит в одну как волшебство какое-то особенное особенного мира единственных жизни повторения такого не будет никогда и поэтому нужно максимально настроиться и то есть даже когда начинаются какие-то болевые ощущения но все равно ты понимаешь это вот происходит чудо но больше не повторится теперь это перетерпишь это пройдет который никакого мне не было слово боль его мне мама говорила ну это не больно это просто такие ощущения которых раньше не было я и своим девчонкам которые пошли вот игру ну вот если ты уберешь это слово боль и примешь просто ну да это ощущение я какие-то но вот мне это не бой потому что он более ножка семантика слова другая потому что боль почему еще возникает рода потому что вы не представляете не понимаете что вот у вас нас когда нет знания сознания как допустим заболела сердце да вы не знаете что там просло что этому способствовало то есть и вот вот возникает это боль а когда вот в родах очень хорошо работа со светом когда вы визуализируете у меня во вторых родах я прям представляла свет как у меня идет расширение вот этим вот светом все это представляла когда вот ушли вот эти схватки то есть это все нужно вот разговаривать с ребенком прям представляет как он опускается как он проходит как это все вот прям вот как ему это легко как вот ну как он себя чувствует хорошо все это представляете продумываете постоянно вот себя вас начинает выдергивать там в панику еще обратно себя направляете вот это вот ваша работа в родах вот это вот ваша работа в принципе больше другой работы от вас никакой не требуется осознание процесса и вот работа с ребенка все вот вы максимально должны вот на этом устроиться на ребенка на на бога на то что вот вам бог дал этого ребенка что вот он уже этот процесс начался этот чудесный процесс как вы сами вот ну кстати ну женщины же родиться тоже говорят многие благословения да и вот это вот подано идиот 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 и я тоже помню ты только до рода начинается я может захлестывать только будут сейчас парашюта это такое число вообще даже 3 вот до 5 10 все такое чувство что сейчас что-то будет и она должна захлестывать она все нам и дано от природы поэтому вот эти чувства вот это ощущение нужно не отпускать и вы главное все вы и ваш ребенок все вот какой мать допустим защищает своего детеныша при каких-то экстремальных ситуациях тоже такая же ситуация все вы собрались все буду вы главное все и вот не трогайте не хотите это делать не делайте ну то есть вот максимально должен стараться на благость потому что вот я увидела это так ты заходишь и все вот и ты материя ты ткешь эту вот энергию ты заходишь и все и все вот они они то есть даже вот это акушер очка она становится такой для тебя вот ну вот 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 то есть это нужно прям вот ну как запустить ты зашла у тебя сейчас будет все просто вот наилучший грана и даролева да и тогда все отлично подстраивается и все вот так вот энергетика это заполняет и ты делаешь то что хочешь и и так как считаешь нужным хочешь кричать кричи хочешь плакать плачь хочешь там петь смеяться все то есть раскрытие раскрытие должно быть не только матки раскрытие должно быть именно в таком обширном смысле все раскрываетесь все вы делал ну как вот делать все для себя для своих гармоничных естественных родов все других тут секретов никаких него вика живой пример да как у человек просто вот все идет так как так как она хочет так как она задумала не давая никому себя там сбить и и никто в принципе на препятствии вместо как паровоз все я вот так вот и пошла и там даже если бы кто-то и был рядом я на я могу не могла заказать и вот тут баланс в общем они не привезли музыку мы включили там всю музыку все это песни она ходит слушает вот это вот акушер очка зашла счастливая довольна вот и какие песни когда рожала все мы с ней разговорились а она приходит уходит я говорю ну вот сейчас уже вот скоро она говорит да замечательно все здорово я бы такая я ее давал наделять такими образом я бы такая вот то это это и так как бы я не помню что-то как она говорит поворачиваться как по-другому жить по-другому жить я там не давай говори позитивно мыслишь позитивно живешь и одна там которая нас принимала который там спаси через который вас я пытался там все пройти пробежать ко мне она там там тоже воевала воевала потока мне пришла и говорит ну муж ваш ну вот так пробивается группе стрелять и такая стоит на все в итоге в итоге она уже там стоит вы знаете я приехала работать вообще вот по обмену какой-то распределение тогда на три года работаешь миллион тебе дают там что такое вот иногда вообще люблю танцевать я говорю у нас есть говорит танцевальный ансамбль дать номер телефона я хочу вот выговорю пока работаете вы говорим как хобби начинаете ходить а потом вас говорю на сколько есть такого возраста такие девушки игры в приморочке любите русский народный танцы дали с детства танцевала вот вам будет она довольна это что пошла в реализацию да 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 я хожу я не пою святозар играет наши аленушкины там песни там и какие-то записаны в общем это я все рассказываю а они рады что вообще с великой артисткой типа они тут это рожать то есть они вот так ну ваш муж на ваш муж это я говорю да не такой да а потом данный раз вот так произошло что вы не пустили что-то ну значит значит не готов пока чем будет прибавить ну как бы я и не наставила все уже вот да легко мы ну точно так же вот кирюша родился сразу к тети все так же за две подруги они о богатырь 4 500 я знала ну то есть я сама себе я знала что вот он у меня будет 4 500 все радость поток я по виде связи все звоню смотрите смотрите все сразу поток благодарности в отношении к маме просто безумно что я могу рожать и благодарность я и по видео я и плачу она плачет игру мама спасибо что ты меня родила и что я могу рожать и что вот я я могу это передавать это так круто это такое она плачет мы все плачем вот все вот это вот все и тут единственное что я понимаю что девочки что вот на этих третьих родов что я вышла на тот уровень что я только хотела что возле меня были мои дети я почувствовала что мои дети готовы они не просто что они как вот находятся рядом я увидела я прочувствовала что мои дети старшие они настолько готовы вот быть рядом то есть я прям почувствовал что их не хватает и и они как хотят и вот вася как хотят вот в этом процессе быть рядом вот в первые моменты жизни ребенка и все я в этих родах поняла что все что все уже что только вот они моя семья я хочу чтобы они рядом были и никаких вот лишний что эти все уже отвлекают что не этим вообще вот не надо не заниматься ничего нет я готова была уйти вот этот поток радости просто хотелось радоваться быть с ними вместе вместе лежать на него смотреть вот дышать кормить и все вот то есть многие спрашивали у вас первый ребенок я говорю нет третий а ну что а вот отношение как первому какое отношение то что непонятно было то есть я не могла спать да да то есть вот тоже так интересно по каким рассуждение критерии да какие да да и вот дня два я вообще не могла спать просто наполнялась сила вот этой радости я не спала у меня соседка она четвертого родила с деревни так как грубиямка на ты спать будешь или нет вот и она ты вообще спишет она не могла понять еще чуть-чуть это вот и собственно говоря вот чего мне не хватило то есть вот я четко понимаю что следующие роды это только мои дети и я прям хочу они готовы они год они настолько вот они такоещее они так ждали кирилла глубина не носили со мной и знаете не даже на каком-то плане как кажется что как будто вот они носили носили а потом вот эту связь знаете вот как вот ну никак не прервали они то есть по хорошему они все должны были быть рядом и увидеть как он родится вот это было бы прям вообще они ну вот 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 это надо было и это было прям игра я сейчас это понимаю что это все и я после вот ротов просто мне только вот не хватало их и мы поставим и на видеосвязи просто вот все 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 там сколько там два дня три дня то вот мы лежали после дар его постоянно все я им показывала рассказывала они представляете мне книжки игрушки погремушки они накопили денег все вот купили сложили не передали погремушки народные инструменты они когда передавали эти несут мы все наконец-то под конец еще консилиум приходил включите песни попойте этом концерты подавала воскресенье вечером и спит но естественно все это со всем со всем со всем приходится а можно послушать ну ладно давайте вот ну вот как-то так почему врачи возможно можно как-то оправдать до такой человеческий цинизм потому что если будут так сопереживать каждый каждый день на низу вот этого да ну то есть когда они там вообще вот это обнуление когда обнуление вот это вот просто вот когда человек полностью себя отдает тоже нужно восстанавливаться каждый раз поэтому да зачастую услуги духовной кушетки не стоит немало вот и я считаю что это оплата оправданная вот судя по тому как вот это все происходит вот уже наташа столкнулась этим дико вот поэтому но я себя вот вижу я не знаю кто я буду такая уж просто рядом песни петь или как не не знаю но я вот я я знаю что я могу но мне бы хотелось потом слушая другие истории я бы очень хотела мне кажется это ну просто это благо передать какую-то какую-то часть какой-то процент вот ну вот этого благостного опыта да ну как каждый ну кому это надо каждой девушке маме женщине просто это передать и помочь я пока не вообще понятия не имею как я это могу сделать просто быть рядом просто смотреть просто кому это надо да сидеть смотреть ну как вот я не знаю но мне кажется что я могу и более того что вот я хочу я бы была бы рядом я бы но это капец но это же вообще не сидите смотреть это да это же вообще это она придет это просто уже оконченная форму форму будет единственное сейчас мой момент это вот вашеньку настроить что вот может это же вообще суперчувствительное то есть я его чувство как он танцует и вот этот поток да если он будет рядом вот ну это же вообще это просто так он вообще чувствует ребенка как он лежит что делать чем говорит как вот это все взаимодействие то конечно это вот 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 это вот испытать и чтобы моя семья были рядом и вот это восхищение родовое восхищение когда он появился серого понимаете вот это но это же это же вообще вот это приветствие ребенка вот это как его возносим как вот этот вот и и не просто пропустить мимо этот поток это же максимально ты можешь и взаимодействие ты можешь его просто в такое благо в родовое пустить этот поток который идет когда ребенок родился а кто-то жену просто в состоянии вот ну или физики тяжелого до состояния тела или просто головы состояние когда ты лежишь и после родов контролируешь а что не так прошло или так далее ты пропускаешь этот поток да поэтому и нужно в максимум это влиться потому что иначе будет упустить вот это все и опуститься вы действительно до уровня вот это вот всей медицинской тематики да когда это все медицинский процесс этого ну как бы большая вероятность это вот у виклина на и рот сильный очень настрою такой был мощный что вот она не дала вот она вот все как вот пошла как как волна все уже не остановить все смоет если будет кто-то что-то мешает но все вот шло какой как 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 задумано как положено так как у нас у большинства просто мы забыли вот эти все у нас все заложено у всех Абсолютно у всех есть вот эта способность таких вот родов, идеальных родов, нормальных, естественных родов, когда вот тебя несет род, тебе все помогает Бог, и это твое тело тебя слушается, ты его чувствуешь, у вас идет полное взаимодействие, да, и даже не обязательно действительно присутствие кого-то, потому что это уже, я об этом сейчас говорю, это возможно, это инструменты, которые вот они, как сказать, сейчас нужны, нам необходимы, чтобы вот максимально этот процесс делать естественным и легким, а когда-то вот изначально, да, действительно, женщины там рожали сами, да, или там вообще, то есть это было настолько легко и просто, это сейчас вот все это вот так вот обросло, 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 потому что у нас все знания потеряны, мы все это забыли, наше тело не знает, как вот во время родов расслабиться, как вот получать от этого удовольствие, потому что даже в Библии написано, в великом изумлении рожала Ева, нету там ни про какой боли, нету там ни про какие-то такие моменты негативные, да, в изумлении его, да, что вау, новая жизнь, ребенок, вообще другой ребенок, да, ну, то есть это же все равно вау, когда мы носим его в животе, мы знаем, что там ребенок, что там человек, но вот этот процесс, да, это чудо все равно, мы его вот его увидели наконец-то, это же просто, ну, что-то невероятное, поэтому, а сейчас у нас, да, эти знания все утеряны, поэтому нам приходится, как инвалиды, пользоваться этими вот услугами медицины всей этой нашей, которая, к сожалению, не всегда во благо, вот, ну, я хочу подытожить, что наша задача, наша задача настроиться вот на естественные роды и все вокруг себя настроить, потому что вот у кого-то врач такой, у кого-то врач такой, у кого-то хорошая, у кого-то плохая, ну, мы же к себе все притягиваем, мы же в свою жизнь, и мужчины у нас не случайны, и дети нам приходят такие, какие должны быть, все это происходит не просто так, мы должны это понимать, и на это должен быть настрой, и настрой должен быть такой вот, там вот он должен быть настолько мощный, что просто там никаких побочных, так скажем, нюансов быть не должно, поэтому вот в этом заключается наша главная задача. Все, я благодарю всех за встречу. Вика, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.